Как рассказывает самой финансовой полиции, идея принадлежит их сотрудникам. Здесь говорят, что сами разработали дизайн, а также нашли спонсоров, не отказавших помочь в деле борьбы со взяточниками. В результате были напечатаны информационные плакаты, которые развестили в общественном транспорте, а также изготовлены баннеры и видеоролики, которые разместили на самых оживленных улицах. Кроме этого, на двух LED-дисплеях, расположенных на центральных улицах города Ахтубе, периодически осуществляется показ видеороликов о поощрении лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях с показом телефона доверия органов финансовой полиции. В ведомстве надеются, что таким образом сумеют подключить простых горожан к делу поимки нечестных чиновников. Однако пока можно сказать, что рядовые Ахтубинцы особой активности не проявляют. Так, за прошлый год, несмотря на выделяемые денежные поощрения, поступило всего семь заявлений. Как рассказывают в финансовой полиции, материальное вознаграждение, а это сумма от 30 до 100 МРП, заявители получают только после того, как взяточник наказан и приговор в отношении него вступил в законную силу. Алиса Маринец, Алексей Уразов, программа «Факт». Алиса Маринец, Алексей Уразов, программа «Факт». Продолжение следует...